Встреча с аутентичными людьми Те, кто пишут, работают сами и рассказывают, и работают в школе тоже Дмитрий Львович Быков сегодня провел встречу, которая называлась «Четыре стихи войны и мира» Писатель, учитель гниатуры здесь Да, здрасте Здрасте Вы рассказывали, как устроено, ну, с вашей точки зрения, или как можно рассказывать про войну и мир Да, как детям проще Как детям проще, как детям проще А если не рассказ, как устроено Я могу, примерно, сказать, что будет Видите, в чем дело То, что они прочтут, я убежден, потому что война и мир довольно увлекательный Но вот то, что они вынесут оттуда, оно довольно неочевидно Потому что, как я вижу сейчас, школьники воспринимают войну и мир очень неоднозначной и без достаточной подготовки Для меня совершенно неожиданность, что на первый план выходит, скажем, фигура Долохова И Долохова безумно нравится, особенно женской части класса И объяснить, почему Пьер хороший, а Долохов плохой, очень трудно Отношение Толстого к Наполеону вызывает очень серьезные вопросы Один ребенок, хороший, кстати, увлекающийся военной историей Что такое Толстой, как военный Толстой – это артиллерийский офицер с небольшим опытом Он полагает, что война, как в России всегда бывает, это хаос Но есть военная наука, есть клаузевец, есть серьезные люди Они полагают, что Наполеон был великий стратег И Толстой рисует его дураком по незнанию, по непониманию вещей Кутузов – плохой полководец, действующий без плана, а не в соответствии с духом народной воли Воевать надо так, как Наполеон Наполеон – лучший герой романа, и мы на нем видим авторскую глубокую зависть и непонимание военной науки Что мы можем возразить этому школе? Он совершенно прав в своей системе координат Но надо объяснить ему, что у Толстого другая система координат Что в ней Наполеон – плохой полководец, а хорош тот, кто слушается голоса народа Образ Наташи Ростовой – есть дети, которые совершенно серьезно убеждены, что Соня – положительный герой А Наташа имеет в себе все черты девушки распущенной и глупой А почему же Соня тогда пустоцвет? И здесь надо объяснить смысл этой евангельской цитаты У кого много там удастся, у кого нет – отнимется Дети этого не понимают То есть они могут вынести из войны и мира очень много опасных соблазнов Как-то объяснить авторскую точку зрения трудно, но необходимо Я не вижу ничего дурного иногда в том, чтобы ребенка немножечко подтолкнуть к правильному прочтению Это касается и жизни вообще Потому что жизни тоже можно вынести Много опасных соблазнов, я знаю, да Но видите ли, в жизни мы, слава Богу, не имеем возможности их наставить Там мы своих ошибок наделаем сами А вот в литературе нам даже и программа дала некоторые права Поэтому я не вижу ничего дурного в том, чтобы ребенка наставить на правильное чтение войны и мира Что, впрочем, не отменяет его права, всегда мне возразить И его РНМ не пострадает? Сложный вопрос, не могу вам ответить однозначно Может быть и пострадает Если ребенок будет слишком настаивать на своей правоте и неуважительно относиться к моей вековой мудрости У меня бывали случаи, когда это доходило до конфликта Когда попытки оправдать Раскольникова вызывали в классе резкую довольно дискуссию А многие считают, что Раскольников все сделал правильно Потому что ведь, так сказать, система его изложена очень логично и убедительно А возражение на нее, оно, так сказать, не находится в сфере логики Оно находится, скорее уж, будем честны, в сфере физиологии Его убийство раздавило физиологически Ну, это очень печально В общем, у меня, да, у меня были случаи, когда я просто орал Просто орал Сейчас, когда я уже стар, я редко себе это позволяю Но в ранней практике я был довольно нетерпимым учить им Меня утешает только то, что мать моя признается, что она в свои молодые годы была вообще ведьма Это сейчас мы с ней как-то подобрели То есть в жизни все равно мы очень жестко обираем то, что мы говорим И как с людьми говорим, и с кем мы остаемся, а с кем мы расходимся А в классе у нас такого вроде возможности нет, но, похоже, все равно приходится быть Это верное наблюдение У меня всегда были и будут любимцы Я стараюсь, чтобы у меня не было нелюбимцев Потому что, понимаете, я всегда стараюсь, что вы один, а их 30 И если они захотят, они смогут отравить вам жизнь Это очень легко, сделать класс невыносимым вместо учителя У меня был такой просто предел, такой пример в молодые мои годы Надо, чтобы они вас любили Но то, что у меня... Сейчас я хочу остановиться, надо, чтобы они любили Они могут, ну в конце концов, можно и проиграть, и потерять класс Можно И остаться на своем... Потому что во многих отношениях они серьезнее нас Они, в отличие от нас, решают серьезные проблемы Смысл жизни, любовь, взаимность Нас волнуют деньги и здоровье Это вещи вторичные А их волнует, как я буду жить и что со мной будет Поэтому я к ним отношусь, в общем, состраданием и уважением Как к путникам в каком-то опасном пространстве Поэтому надо их уважать Нельзя демонстрировать вескомерие Потому что, во-первых, они моложе Они нас переживут Они нас сильнее Чаще всего у них больше денег И, в общем, ничего не поделаешь У родителей, во всяком случае Ничего не поделаешь Учитель должен учиться с ними говорить, как с ранами Если он этому не научится Его вынесут вперед ногами Это закон Ну и уж тем более Та роль, которую учителя есть, она не будет в тот момент, да? Он не научит, да Я боюсь, что... Понимаете, как? Я знаю больше, они должны это понимать Но это не значит, что я лучше И это они тоже должны понимать Вы помните, вот, в «Дикой собаке Динго» Мой любимый эпизод Когда учительница сначала восходит на кафедру А потом сходит с нее и думает Если четыре крашеных доски возвышают меня над ними То чего стоит все, чему я учу, да? Надо всегда помнить про эти четыре крашеных доски Понятно Да Московский педагогический смартфон учебного предмета 2016 год День учителя литературы Дмитрий Быков провел встречу «Четыре стихи войны и мира» В зале сидели педагоги-литераторы Ну, слушали 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 Просили, чтобы вот то, что было на доске Превратилось в статью В статью превратиться И Дмитрий очень точно ответил Что одно дело с детьми через это проходить Другое дело, что скажут, что я Схематизировал вещи Схематизировал такое замечательное Ну, если дети это скажут, то это не обиду Да А вот если коллеги, то обиду Вот это не Если ребенок знает слово схематизировал Ему уже можно многое прости Понятно Мы надеемся Дмитрий пишет в каждый номер журнала Литература издательского дома 1 сентября Мы надеемся, что это Наше сотрудничество будет крепким и плотным Да Читайте нас и учите русскую литературу Ура! Все материалы марафона на сайте Marathon.Cyphro1.ru До встречи на марафоне или в эфире Спасибо Пока